Скажет доброе слово, всегда найдет, как успокоить. А если ты будешь ругаться, как и этот человек, то вы никогда не решите свой конфликт. Ну, как-то так. Здорово у тебя получается. Ты прям психолог наполовину. Да? Да нет, я бы не сказала. Такие приемы используешь. Ну, литературу они выйдут и забудут, а вот это они запомнят и будут практиковать жизнь. Потом еще там что-то, они как-то спрашивали, почему некоторые люди бывают злыми, что-то такое. Я говорю, ну, представьте, у меня нет дома денег. Ну, ситуация, говорю, это неправда, но я сейчас объясню. У меня нет дома денег. У меня плохая ситуация в семье. Я поругалась, допустим, с мамой, с папой, с детьми, с мужем, со всеми. У меня там что-то такое плохое происходит в жизни. У меня все валится из рук, я ничего не успеваю и так далее, и так далее. Ну, в общем, накатала целую кучу проблем. Я говорю, в такой ситуации. И, говорю, второй человек, у которого все хорошо. Кто будет чаще ругаться с другими? Они говорят, ну, конечно, тот, у кого там все плохо. Я говорю, вот, человек, который ругается, он нуждается в помощи и поддержке, а не в новых ругачках. Пока вы не примете, не примете, то есть не ответите на эту грязь, человек останется с ней. Если вы ответите так же, как и он, то вы возьмете часть этого негатива на себя. Пожалуйста, умейте ограждать себя хорошими эмоциями от чужого несчастья, иначе они прилипнут к вам тоже, и ничего хорошего из этого не выйдет. Если вы поделитесь своими хорошими какими-то эмоциями, то человек даже незнакомый додолго вас запомнит, во-первых. Во-вторых, возможно, ваш поступок сказать, там, ты солнышко, ты красивый, ничего не стоит. Но этот человек это запомнит, и, возможно, вы полностью измените его день, а может и жизнь. Вот так. И что, ты сегодня пойдешь куда-то на бал? Нет, ко мне сегодня придут писать кавер ученики. Это как, через микрофон? Ну, у меня есть аппаратура дома, у меня есть гитара. Кто-то играет на укулеле, кто-то приносит синтезатор. Мы записываем каверы. Вова, да, Йоти. Ну, потом еще я иногда придумываю какой-то интересный рецепт, который требует коллективного вмешательства. Ну, что-то типа пирожков, что-то типа мантов, что-то пельменей, что-то такое. И у нас иногда бывает коллективная работа, мы вместе готовим ужин. То есть они пришли, я говорю, ха-ха-ха, обрадовались. Я знаю, что я очень гостеприимный человек, но давайте вы сами себе приготовите, а я вам покажу. Ну, и мы вместе собираемся на кухне. Кто-то катает, кто-то лепит, кто-то месит, кто-то чистит, и получается очень забавно. И я работаю с ними, получается, ну, полгода, грубо говоря. И их классный руководитель, который с ними уже довольно долго, она и не знает их так, как я. А я прекрасно знаю, что творится у них в жизни, какие отношения у них с друзьями, что у них происходит дома и так далее, и так далее. Ну, а вы уже выбрали, какие песни будете каверировать? У нас есть альбом свой. Мы делаем свой альбом, чтобы были свои голоса. А потом записываем какие-то видео для школы. Потому что я вам говорю, ребят, сейчас очень мало творческих людей в рамках школы, потому что их школы относятся как к такому, не знаю, месту заключения. Но давайте немножко это исправим, чтобы в 11 классе вам было что показать, и чтобы все ахнули, ну, там, фильмы какие-то, ролики интересные монтированные. А во-вторых, чтобы у вас у самих осталась добрая память и лица своих одноклассников рядом под ваши же собственные песни, под ваши собственные голоса и вашу собственную игру. Получается очень круто. А, ну, может быть, ты видела там на выпускном всякие выступления родителей, да? Всякие песни они сочиняют там. Ну, да. Вот, например, Королев, город Королев, мне понравилась у них песня такая, с танцами. Наверное, видела на ютубе, да? Угу. Да, это надолго запомнится. И кто-то на электрогитаре будет играть, да? Нет, у нас нет таких. У нас есть скрипка, есть синтезатор, есть флейта и укулеле. Ну, я еще на гитаре играю. На акустической? Угу. И ты знаешь, как играть изгиб гитары желтой? Конечно. Это самая школьная песня, да? Ну, у них свои вкусы, я их уважаю. Ну, а ты порошок засыпаешь нерастворенный? Очень уместный вопрос. Нет, я его засыпаю в носок и завязываю, и кидаю в барабан. А кто тебя научил? Ну, дело в том, что я живу одна, и многие вещи приходится делать самой. Как-то я чинила машинку и обнаружила, что она у меня сломалась по той причине, что, ну, просто порошок забил все вот эти клапаны. Клапаны продул, все нормально. И потом я поняла, что даже вот эта система засыпания порошка в машинку – это неправильная вещь. И нужно это как-то грамотно все делать. Я сначала засыпала в носок, это, кстати, работало, то есть он растворялся полностью, и все было прекрасно. А во-вторых, потом я завела себе специальный носок, белый такой. И, ну, не обычный, а сшитый самой носок, мешочек такой. Я тогда засыпаю и кидаю все. Я в шоке, если честно. Я думал, что я один такой умный. И ты вторая, кого я, ну, можешь сказать, первая. Ну, первая это я, а ты вторая. Вторая, от кого я услышал, такой лайфхак. Я тоже чинил банки в стиралку и тоже обнаружил, что там все забито стиральным порошком. И я так прикинул, что порошок, он тяжелее воды, он просто скатывается на дно, когда смывается с лотками. А там в дне насос стоит, и он в эту горловину насоса скатывается, его мало участвует в стирке. Но у меня другой метод. Я в пятилитровой бутылке его растворяю в течение получаса, и потом в лоток заливаю в момент налива воды. Одновременно с наливом воды. Ну, да, или так. Но твой метод менее геморройный. Самое главное, чтобы порошок не скатывался в горловину насоса. Я даже на своем сайте, но это было в 2012 году, не, даже раньше, в 2009, я на своем сайте этот метод опубликовал, когда еще YouTube был слабо развит. И еще я там подкрутил прессостат, который измеряет уровень налива воды. Я сделал, чтобы воды было больше. А тебя устраивает уровень воды в стиральной машине? Да. Да, мне все устраивает. Мне кажется, что вещи изнашиваются сильнее при маленьком уровне воды. Они там трутся друг о друге. И моя мама тоже заметила, что с большим количеством воды вещи отстирываются лучше. Но она просто доливала из душа. А вот чтобы сделать, чтобы теплая вода сразу наливалась, вот это, ну, у меня идея есть, но из-за лени, из-за своей, я до сих пор этого не сделал. Ну, сразу на горячий экран тоже не хочется подключать, да? Потому что есть вещи, которые боятся горячей воды. Ты подключаешь к холодной воде, да? Да. И, между прочим, есть стиральная машинка «Вятка». Может быть, помнишь такую фирму? Сейчас они обанкротились. Но у них было время, когда они тоже современные машинки с фронтальной загрузкой делали. И у них инженерная мысль пошла дальше, чем у Европы. У них стояло два клапана на горячую и на холодную воду. И они автоматически регулировали температуру воды при наливе. Представляешь, какая прелесть. Ну, то есть, налет горяченькой воды потом померяет. Так надо похолодней. Или там холодно, потом сделает потеплей переключением на горячий экран. Но, тем не менее, видишь, обанкротились. Видимо, рекламы было мало. И у моей знакомой эта вятка до сих пор работает. Не ломается. Экономит электроэнергию тем, что не надо подогревать холодную воду. Я не плачу за электричество, так что не нормально. Почему не платишь? Я не плачу за воду и электричество. Я плачу только коммуслуги, капремонт. Все. Это льготы учителей? Нет, я просто купила дом в этом. Сейчас. В общем, строили специальный район коттеджный, там трехэтажные домики такие многокротерные для военных и МЧСников. И делали это в 2014 году. В 2014 году отдали в собственность одному мужчине-МЧСнику. Ему эта квартира собственно не была нужна, и она просто была. Новая стояла, ямжитая. И он решил, что надо ее продать, и мы ее вовремя схватили. А там у всех собственников, неважно там военный, ты не военный, не оплачивается электроэнергия и вода. То есть остается только ЖКХ, коммуслуги и все остальное. Но все равно, мне кажется, изобретение от русских инженеров было очень хорошее. Да, тут безусловно. И во сколько вы собираетесь делать кавер? Ну, я думаю, что они часам около шести придут. По идее, вы можете даже на YouTube выкладывать свои видосики. Ну, мы пока просто их делаем. Что? Просто делаем пока что. А если пропадут? Не, не пропадут. Там винчестер посыпят. У всех есть. А, копии есть? Да. Ну, ВКонтакт, небось, кто-нибудь дозаливает в тихушку. Нет, мы не заливаем, потому что мы хотим вау-эффект на выпускном. А. Это секрет, да? Да. А ты живешь одна? Да. А у тебя есть домашнее животное? У меня есть два цветка. Какие? Одна бабочка фиолетовая, то есть она тянется к свету, на солнце распускается, листья на вакате свертывают. У нее интересные нежные цветочки, похожие на маленькие-маленькие подснежники. А второй – это «Женское счастье» называется. Он любит тень. У него красивые, широкие, такие зеленые листья. Цветет он редко. У него один лепесток с тучинками, но он очень красивый, белый такой, интересный цветок. Вот, так. Его я знаю. Он называется… Его как только не называют, кстати, этот цветок. Вот «Женское счастье» я слышу впервые название. Ну, мне просто ученики принесли, я приехала и сказала, «Ребята, я переехала, если у вас есть лишний, дайте, пожалуйста». А я люблю кактусы. Да, кактусы, милашечки. Но я все никак не могу их завести. А животинки у меня не будет до поры-то времени, пока не будет на кого их сваливать периодически. От животинок шерсть летит. Вот это мне больше всего не нравится. Ну, птиц можно завести. Рыб. Ну, рыб не погладишь, а птицы… Птицы в клетке как-то меня коробят. Крылья ей, да, нужно, чтобы летать? Я очень редко бываю дома, поэтому я как-то переживаю за их чувства, чтобы они не скучали без меня и не сможу, поэтому… У меня есть один кактус, который очень редко цветет и практически никогда в домашних условиях. И через 15 лет он у меня зацвел. Белым, наверное, таким колокольчиком, да? Нет, это такой столбик с частыми ребрами салатового цвета, а иголки ярко-желтые. А, я понимаю, чем ты. Эти иголки очень частые, густые, а цветет он желтым цветком. Самое интересное, что я этот цветок начал везде в интернете постить. Смотрите, какая радость. И думал сейчас прям все скажут, ничего себе! прям похвалят меня, какая редкость, такой сорт и так редко цветет! ты молодец! Но эффекта никакого. Обратно связано. Это ожидание реальность. Да. Реальность не превзошла ожидания. И этот цветок долг стоял, наверное, неделю целую. А еще есть кактус, который вместе с ростом колючек выделяет нектар. Прям такие прозрачные капельки сиропа образуют. Он сладкий такой еще. Что? Сладкий. Да, я прям на зубочистку эти капельки наворачивал и сосал. Они прям на солнце так сверкают, классно. Прям прозрачные, прозрачные. Как стекло. А еще есть один мамилярия. Это вид кактусов, у которых цветки маленькие, яркие, но они цветут прям симметричные. Вообще, он весь такой симметричный. Я его в этот, в чернозем посадил и постоянно поливал. Блин, так он так разожрался, такой стал мутант, можно сказать. Ну а такие лиственные растения мне не нравится, потому что листья отмирают, их надо убирать. и еще если влажность низкая, то листья могут начать сохнуть. В зиму актуальна влажность низкая бывает. Да, такие капризные немножко. А кактусы такие солнцелюбивые растения они иногда вообще нагреваются очень здорово. Прям горячие становятся. Им хоть бы хны, им от этого только лучше. Прям смотришь на них видишь как такие мощные колючки начинают лезть. Такие сочные сильные шипы. Чувствуешь, что кактусы это нравится. они еще очень любят когда их гладят. Такое ощущение, что как будто даже колючки прячет, мол, да, человек погладь меня. Не знаю, не пробовал. Ладно, пойду я поем. Спасибо, что пообщалась. Тебе спасибо, удачи. Пока. Что? Как-то сэбуд здоровенький. Что? Что?